ладно переходим к разряду вопрос ответ давайте ребята свои вопросы 5-10 минут поотвечаю по отвечаю на ваши вопросы еще раз ссылочка в описании под видео есть на донат когда пишите делаете донат можно там сообщениях написать вопрос свой и он как бы появится первый на него первыми отвечу а сейчас щатика посмотрим что и как так виталий как велоспорт скажется на тренировках муай тай упадет ли скорость ударов ногами есть версия что ухудшается растяжка люблю кататься в контактных педалях всю растянуть сердце да думаю никак не скажется смотря чему ты даешь преимущество идти у тебя цели если у тебя цели по муай тай там выступать на международном уровне то конечно здесь надо велоспорт прежде всего соединять основной направленности муай тай то есть возможно велоспортом просто заменять бег ничего не будет если у тебя цель для себя то вообще ничего не будет страшного занимайся себе спокойно никакая скорость не упадет там ничего это не будет растяжку спокойно тяни себя на тренировках да и все все в пользу велоспорт отличный кардио кардио направление отличное велоспорта можно бег заменять и все остальное плавание так поехали сам занимался дзюдо 8 лет после большого перерыва занимаюсь муай тай трудно перестраивать конечно трудно потому что это борьба это ударка потому и трудно все перестроиться главное что есть как бы все равно физическая база есть любого единоборства если ты переходишь с единоборства на единоборство всегда остается база и понимание что такое тренировка так следующий вопрос так все прыгает 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 прыгать не могу словить сколько лет тебе мне 32 года ребята но этого как бы для для вас сколько мне лет абсолютно не имеет никакого значения нижней в ринг выходим чтобы узнать о противнике так проблема смотрел ваши первые уроки также на занятиях объясняли что в защите локти должны быть близко друг другу и на лбу на лбу должны быть перчатки локти как убежал вопрос не дочитал вопрос а есть в результате так складываешься и в результате ничего не видно соперника видно соперника на просто правильно держать защиту на лбу должны быть перчатки и ты видишь между рук все равно у тебя между предплечьями остается зазор то есть голова опущена ты ведь ты не видишь глаза противника но ты видишь его корпус и по движению ног и корпуса ты можешь определить куда противник двигается где он от тебя находится и что можно сделать конечно если ты закрываешь глаза и стаешь такую защиту ты ничего не видишь это все с опытом приходит видео уроках я это показывал и давал тут не надо путать локти на лбу с перчатками локти должны быть на корпусе должен локтями прикрывать корпуса перчатки на лбу вот как только что мы перед этим смотрели первый бой глори вот кангало очень четко стоял в такой защите как надо опущенная голова перчатки на лбу он принимает руки просто на перчатки какой вид единоборств вы считаете максимально приближенным к мм а максимально приближенный к мм а это мм а это максимально приближенный к мм а других нет сколько лет вы занимаетесь спортом очень давно занимаюсь спортом тяжело сказать слово спорт детство занимается это сам потихоньку к этому пришел лет наверное 7 но это все было с перерывами как у всех скажем так я не какой-то одаренный там супер спортсмен который всю свою жизнь там вкладывали деньги какие-то или там кто-то тащил меня куда-то там куда-то возил нету такого не было родителям там своя была у меня обстановка в семье поэтому ну было можно сказать неинтересно и никто к этому не подталкивал как-то сам просто кому как дано кому как интересно поэтому все было и и не занимался спортом были перерывы в спорте большие и армия была там тоже нету никакого спорта такое что хочет и делает поэтому всякое бывает я занимаюсь один не хватает стимула как себя заставить артем чтобы заставить сейчас мотивировать к тренировкам нужно вот как раз посещать такие онлайн встречи на которые ты пришел также есть и онлайн онлайн тренировки также есть закрытый клуб у меня на котором как раз таки есть там отдельный форум закрытого клуба на котором можно писать общаться это все мотивирует вот именно посещение единомышленников когда ты общаешься с единомышленниками вот это все тебя очень здорово мотивирует очень здорово поэтому соответственно посещать такие встречи это как одно если занимаешься особенно дома ну и такое все между прочим там видео всякие смотреть это все тоже мотивирует ну конечно единомышленник это прежде всего особенно если есть товарищ с которым ты собираешься и в свое удовольствие занимаешься чувствуешь результаты прогресс какой-то это мотивирует сколько стоит консультация по скайпу с вами консультация смотря и у тебя есть вопросы давай по этому поводу ты мне лучше напиши в контакте там посмотрим там может и консультировать особо не о чем я тебе так вот на вопросы отвечу если такая какая-то там объемная масштабная то отлично у вас видео есть чему стримить спасибо александр если такая объемная какая-то консультация то там уже можно обсудить я думаю рублей 500 не больше это будет стоить часовая консультация как относишься к кашам но гречка рис вред или польза к кашам отношусь отлично каш ем там много в основном моктянка и гречка каши это очень здорово но на сушке каши это углеводы они полезные все хорошо но если есть лишний вес то кашами надо быть осторожными в общем во всем надо иметь меру каши это здорово как работать против двоих троих противников у меня есть видео урок на сайте вот как раз на эту тему как работать ссылку на сайт я давал как работать против двоих троих есть у меня видео урок на эту тему перемещаться и все остальное делать это надо показывать и смотреть можно ли бетроп подготовить к лоутикам конечно можно это закачка бедра или набивка набивка это набивка у меня есть видео уроки на тему набивки тоже на сайт зайдете на сайте на моем сайте справа вверху справа там видеокурсы идут а в самом верху справа как бы под менюшкой там есть строка поиска просто вводите там слово набивка например то что интересует и там выдаст видео уроки на эти темы поэтому туда можно зайти все это набивочка набивка бедро подготавливать на каждой у меня на тренировках ребята на каждой тренировке делают набивку всего тела делается набивка лоутики пресс ребра плечи основные точки куда приходятся удары мне надо сбросить килограммы 10 килограмм есть способ конечно есть способ пахай по 2 часа в день и ничего не жри это самый простой способ а если подходить с умом то надо переходить на белковое питание просто и тренироваться аэробные нагрузки в основном грузите бег велоспорт просто ходьба чем больше тем лучше вот тебе и весь способ набор массы сгонка веса похудание все начинается с кухни все начинается с кухни и с ментальной готовности так ребята все быстро убегает так в чате давайте если какой-то существенный там глобальный вопрос делайте как ребята через донат я его сразу увижу поэтому сразу извиняюсь если чей то вопрос не успел почитать они просто быстро убегают поэтому кого ловлю того и читаю скажем углеводы перед тренировкой или после что теперь после тренировки надо есть белки если цель вообще сушка то надо есть и до и после тренировки белки. Углеводы перед тренировкой едятся для того, чтобы была энергия на тренировке. Но также есть бойцы, которые едят в межсезонье и после тренировки для того, чтобы опять-таки восстановить потерянную энергию и ускорить восстановление. Потому что без углеводов тяжело восстанавливаться. Нету за счет чего, нету за счет энергии, за счет чего брать. Ты слушаешься только, сколько можешь. Белки нужны для того, чтобы поддерживать мышечную массу мышцы. Подскажите лучшие снарядные перчатки. Это гугл в помощь, ребята. В гугле вводите, напишешь рейтинг снарядных перчаток или еще как-то так, танцы тебе напишут, почитай. Как заниматься без тренера и возможно ли это? Конечно, возможно. Опять-таки сайт, ребят, ну все есть, все давал. Возможно. И занимаются ребята. Много ребят у меня занимается самостоятельно, дома. Много. Мы же в начале встречи об этом говорили. Может не успел на начало, поэтому. Кидаю сайт. Еще раз в чат кидаю свой сайт. Вот для писавшего вопроса. Можно заниматься. Справа там есть видеокурсы. В описании под этим видео в YouTube есть все мои видеокурсы. Заходишь, начинаешь с техники ударов. Это прежде всего. У меня есть видеокурс техника ударов. Заходишь, имя, электронную почту ввел. И на электронную почту будешь получать видео уроки, которые там уже соответственно дома уже осваивать, тренироваться, пошагово. И дальше больше. Виталик, спасибо за мотивироваться. Иду заниматься. Молодчина. Я рад. Вот это как бы главная цель-то моя и в этом и была. Чтобы немножко смотивировать вас, дать вот этот стимул. И такие встречи очень полезны. В целях мотивации они очень полезны. Так, понял. Углеводы уже были. Так, хочу приобрести боксерский мешок. Подскажите, какой вес и вес нужно выбрать мешок для отработки ударов руками и ногами. Ну, расстройки. Мешок чем тяжелее, тем лучше относительно. Ну, средний, скажем так. Так, высота мешка, смотря как ты будешь его вешать, ну, метр восемьдесят достаточно. И весом килограмм пятьдесят семьдесят. Вот так. Метр восемьдесят вес и пятьдесят семьдесят килограмм. Вес пятьдесят семьдесят килограмм. Высота метр восемьдесят. Вот так. Будут ли у вас скидки на онлайн курсы? есть скидки на онлайн-курсы есть скидки и скидка приходит после того, как ты проходишь секрет такой, ладно, я вам скажу после того, как ты проходишь предварительный предварительную запись записывайся в предварительный список проходишь там два урока, тебе приходит уже онлайн-курс по скидке поэтому, ладно, скину сейчас Именно предварительный список онлайн-курса. И там уже ты записываешься, то есть предварительный список. Скидываю на онлайн-курс, предварительный список онлайн-курса. Ты на него записываешься, там уже полезные видеоуроки. Показываю, как там с мячиком теннисным работать, на реакцию, на все остальное. И после него приходят уже предложения полного онлайн-курса со скидкой. Виталий, добрый день. Вначале говорили о возможности обучения онлайн, по веб-камере. Просто опоздал. Можно пару слов? Вот как раз я вот скинул ссылку на онлайн-курс. Это не совсем по веб-камере, там все описано. То есть что такое онлайн-курс? Это пошаговые тренировки. Как бы суть какая? Ты регистрируешься на онлайн-курс, тебе приходит первая тренировка. Первая тренировка это там 8-10 заданий. По каждому заданию видеообъяснение. Как бы видеоурок по каждому заданию. Ты это проходишь, потом пишешь отчет. У тебя после того, как ты зарегистрируешься на онлайн-курс, будет отдельный кабинет в онлайн-зале. И там у тебя будут все уроки представлены. То есть у тебя сначала доступна первая тренировка. Ты ее прошел, написал мне отчет и выслал. Я там сделал тренировку за столько же, там вопросы есть, на которые надо ответить. У меня получилось то, не получилось то. Я это все комментирую тебе, контролирую, то есть пишу то, что не получалось, даю советы и одобряю твой ответ. После того, как я его одобрил и тебе написал ответ, тебе открылась вторая тренировка. И точно так же ты ее прошел, написал отчет. Потом я его одобрил, открылась третья. Понятный принцип. Ты проходишь тренировку. Тренировка у тебя расписана, что делать, видеоурок, что делать. Ты это все проходишь, пишешь мне отчет. Я его смотрю, одобряю, комментирую и тебе автоматически открывается следующее. И так на протяжении 8 недель. То есть онлайн-курс рассчитан на 2 месяца. И таким образом ты это все проходишь. Также, когда ты проходишь онлайн-курс, ты можешь снимать себя, желательно это делать в конце каждой недели. Ты себя снимаешь на телефон, на веб-камеру, неважно. И мне присылаешь просто видео, ссылку на видео. Я его никуда не вылаживаю, сам смотрю это видео. И уже конкретно по видео корректирую твою технику. То есть я увижу. Ребята присылают, оно видно сразу. Где ногу не довернул, где кулак не вкручишь. Это все я пишу. И ты уже, прочитав, как бы, корректировки мои, соответственно, уже подстраиваешь это все. И перед зеркалом отрабатываешь с правильными корректировками. Вот так это все работает. Очень полезная вещь. Там есть отзывы. Реально есть хорошие отзывы. Все это работает очень здорово. Ребята получают хороший результат. Так, дальше поехали. Пятый канал. Спасибо. Так, впереди был какой-то вопрос. Жан. Серьезно думаешь, что на улице будут драться, а не стрельнут или пырнут? Вопрос смешной, Александр. Честное слово. Смешной вопрос. Нет, конечно, я не думаю, что на улице будут драться. Я реально думаю, что каждый алкаш и наркоман носит в карманах автомат и пистолет. И когда он тебя спрашивает, дай прикурить, а ты говоришь, отвали козел, он достает автомат и расстреливает компанию из пяти человек. Что новости не смотришь. Видишь, каждый день у нас перестрелки и по 20 человек наркоманы убивают с пистолета и режут ножом. То есть, если ты серьезно думаешь, что на улице сразу достают пистолет и стреляют в голову, потому что кто-то сказал, что ты козел. Ну, это может какое-то гетто такое там действительно обезбашенное. Конечно, на улице дерутся. Что же еще делают? Если пьяные где-то в кабаке два человека, тот сказал, не смотри на мою телку, а тот подошел и говорит, что хочу и буду смотреть. Начинается то, с чего выйдем по базарям и начинается драка. А если уже драка заканчивается или кто-то устает, скажем так, или заканчивается не в твою пользу, тогда уже достают пистолет и валят. Конечно, есть случаи, когда сразу ножом валят и пистолет достают. Но если достают пистолет, то обычно чаще всего для того, чтобы испугать, а не для того, чтобы стрельцать. На эту всю тему у меня есть отдельный видеокурс стритай и тема стритая самообороны на улице в стиле муай-тай. Ну, если те вопросы задаешь интересные, мне интересно процентное в своем мире, скажем так, в своем мировоззрении, и какой процент людей, которые дерутся на улицу и хотят отжать деньги и телефон, и какой процент людей, которые подходят, стреляют тебе с пистолета в голову, а потом забирают пистолет и телефон. Ну, тут немножко логически просто подумать для себя. Поэтому уметь драться надо, назначено. Так, спасибо за то, что мотивируете. Насколько килограмм надо куплять штанги для начинающего человека, который не занимался спортом, посоветовал другу ваш канал. Штанги? Штанги продаются обычно набором. А покупать сколько килограмм, это вопрос абстрактный. Человек может никогда спортом не заниматься, но он может весить 100 килограмм и иметь телосложение в быка, которому там жим лежит сделать 100 килограмм, это ни о чем. И такой самый человек может не заниматься спортом, но иметь 50 килограмм веса и 20 килограмм штанг в ней не поднять. Поэтому это вопрос абстрактный. Это все индивидуально. Как относится к спинхедам? Да никак я к ним не отношусь. Все вопросы, немножко не в это русло. Давайте вопросы по тренировкам, они, сейчас еще политики не хватало, только спинхеды и трикоголовые. Прошу подскажите, на первых тренировках появляется растяжение на голенях? Пройдет ли со временем? На первых тренировках может появляться что хочешь. И голени болят, и сухожили обычно часто болят на голенях, нижние особенно. То есть есть голень, есть крепление, особенно когда часто прыгают на носках после скакалки. У людей, которые никогда до этого не грузились так, вот у них это все проявляется очень часто и очень сразу, скажем так. Поэтому пару недель надо потерпеть, возможно чуть сбавлять, обязательно машь согревающими мазями. Ну все, на этом, наверное, будем заканчивать, ребята. Понимаю, вопросов много, но и онлайн-встреч я тоже планирую много. Поэтому спасибо всем, что были. Спасибо за внимание. Еще раз повторяюсь, по ссылочкам под видео есть видеокурсы, которые можно забрать, улучшить свои тренировки или начать тренировки по ним. Также по ссылочке можно помочь каналу, развитию спорта, единобор, за что буду благодарен, конечно. Спасибо. Следующую онлайн-встречу планирую на следующую субботу. Ну, соответственно, всем письмо придет. Все, кто подписывается на онлайн-курсы, попадают в мою базу и всем я письма отсылаю и с новыми видеоуроками, и со всякими анонсами событий, которые есть. Спасибо еще раз за внимание. Удачи в тренировках всем и крепкого духа и тела. Субтитры сделал DimaTorzok